Семейная пара. Коста, Аня, заповядывайте. Давайте поприветствуем молодых. Коста начнёт. Ну, постараемся, ну, так, недолго. Здравейте, братья и сестры. Здравствуйте, братья и сестры. Искам да сподели много свидетелство, много кратко. Хочу поделиться своим свидетелством, так, коротко. В събута, сутринта, като се върнах от нашна смяна, ми изчезна чантата, просто излезнах от служебния бус, я няма ше. Споделих с Косю това, кое се случило. Пропала сумочка, так, после работа я возвращалась, я этим поделилась со своим мужем Косто. По някакъв начин се свързахме с шофьора, обадя се той, Косю мое сапо. Какимто образом это было связано с водителем, потом он чуть попозже позвонил. Да, така. В автобусе, да. Срещнах ми, да, в сутринта ви еднага. Ме встретили сутра, тут же. Даде ми я чантата. Водител ми е вернал сумочка мое. Но преди това се помолих на декората, което косне Бог сърцето му, на шофьора. Передите ми я помолилась за водителя. Да, да бъде честен и да даде чантата, защото аз се притесних много, че може да я завлече. Да, помолилась за водителя, чтобы он был честен и вернул мне моя сумочка, потому что у меня были переживания. Да, слава Богу, беше чута молитвата ми и без проблем, но... Щоб бъл ответ на моя молитва и сумочка ми е вернули. Чантата е при мен. И теперь сня сумочка у меня. Такое свидетельство. Слава Богу. Да, това е което... Аллилуйя, да. Да, сега Коста. Здравейте, скапа церковь. Здравствуй, дорогая церковь. Да, скам разподеля създал само свидетельство, което случилось преди около месеца. Тоже хочу поделиться своим свидетелством, с которым случилось где-то один месец назад. Оттедах заедно с моята майка, която е на 79 години, и още две жени, също возрастно, лозите. Мы пошли с моей мамой на виноградную лозу. Моей маме 79 лет, и еще две женщины с нами. Тебе хаса, что возрастно, как майка, да? Они тоже были примерно этого возраста, под 80 лет. Я страшно опрыскал лозу со специальным препаратом. Я заметил, что моя мама и еще эти две женщины, что они сделали? Вышли за пределы, да, виноградники. От другого, от другого, от другого, на пътя. Да, с другой стороны они вошли. Я начинал, а я, аз започнах да опрыскам първата помпа, обаче те са повреди, сей, нямаш как, трябваш да сменить час, която нямах в момента, и преостанових опрысканието, поради явни причины, просто по-интелно. Ну, я начал опрыскивать с помощью специального баллона вот это вещество. Оно мне через какое-то время закончилось. Другого не было. Тога она тоже знала мой язык и сказала, что майка мне некогда влязла в тоя нештука тугора. На коде? В нештука тугора, храсти и дали, в тайном музее. И вот тут одна женщина меня позвала и сказала, что моя мама куда-то, где-то в лес куда-то ушла. Аз веднага оставил всичко и с автурнах да я търсил. Я тут же все оставил и пошел, побежал ее искать. По обяснението на тая жена, къде я влязла, аз притърсил доста голямо место, обаче следоват майка ми нямаш. После того, как женщина показала в каком направлении, я там все обыскал, но маму так и не нашел. Так как это место мне очень хорошо знакомо, я не путаю ничего. И започнах да си мисля всяка глупостя, че може да я вдигнала кръвно. Да, начал думать всякие таки глупостя, что может быть в моей маме давление поскачило. Что там, че я получила нещо, инфаркт или висок, т.к. беше относительно топло времето. Да, так как тепло было, что может быть мама получила или инфаркт, или инсулин. Т.к. беше задушно, т.к. и възраст е доста напреднала. Да, и возраст у нее соответствующий и душно было. Почнах да търсам на посоки, включи се и още един съсед там на лозето. Так же и в других направлениях начал искать, подключил своего соседа, который на соседни в еднагадни лозе. Аз се помолих на Господ, да не дадя разум, как да открещу, аз просто не знаех на къде вече да я търся. Както казвам, притърсил доста голяма площа. Я обыскал очень большую площадь и наконец замолился и говорил, Господи, дай мне разумение, как найти мне мою маму. После Сол Пашки позвонил на пастор Геннадий. Чуть позже позвонил пастор Геннадий по телефону. Той ми каза, че братта и стрети били собрания в тая церковь, която е доверна бонуса, т.к. не беше неделя. Беше ден от седмиста, вече не помня точно какъв ден беше. Да, не помня какой день бъл, а то, что... Аз вече видях, така че... Стала лошо. Стала плохо. Позвонил на спешния телефон 112 и те ми задаха въпроси, кой съм, какъв съм. Аз просто накратко му обистигся и я досах, че те ми задават някакие глупые въпроси, които едва ли беше необходимо да им отговорим. Позвонил нас на екстремна помощ 112, но они начали задавать свои какие-то бесконечные въпроси и я немножко какъв на них... Потом меня связали с полицией в Коварне, там, где я живу. Около 15 минут до еды патруля автобус доложил, чтобы с них точно локация от Коварна. После 15 минут прибыл такая полицейская машина. Там съставя полицейская кола и дойде само един полицей, който управляваш, и той меня добре познат. В этой машине приехал один полицейский, который хорошо знаком со мной. С няколко думи обяснил, какъв е случай, и той каза, идва и смея седа 12-14, и други човека, както казах, още 3-м човека издиравахме, като две тижни за които казах, те бяха доста така притеснени, оплачени и стояха там около колата. Это полицейский взял меня, я ему коротко объяснил, что случилось. Ещё одного человека присоединили, начали опять искать. Не доста там, т.к. беше доста гъста растилността, имаше будили, такива... Терена беше доста труден, за хора да върлят там. Да, т.к. т.к. этот лес с такой густо растительности, очень трудно было там продираться. Аз полицейса надрахме, надрахме се дрехи така, доста старателно, доста красиво и добрее. Да, с этим полицейским. Мы очень там сильно изцарапались там. И след около... може би 30-40 минути по моя притесненка, когато дваната с полицейса търсих ми, обикаляхме там почти безцелно. И 30-40 минути вот так искали, практически безцелно. Буквално са върляхме, както казва България, като мухи без глави. Буквально как мухи без голов, вот так просто ходили туда-сюда. Безцелно. И в следващий момент, елата от жените, извека, излез майкът са върна. В един момент, женщины, которые были с нами, закричали, что мама вернула. Аз следах и го дропнах на една страна, и му казах, майка ми се е върнала, дай да видим там, какво е положение. Той тръгнах бързо с него, да излези мисла. Казва, че майка ми е влязла да да бере лозви листа за една от жените, тъй като тя с такава целия дошла. Ну, выяснило, что мама пошла собирать листья от лази для того, чтобы передать идти листья своей знакомой, женщине, куда-то зашла. Обаче се объркала много и я хванала в грешна посока, като я вървяла около, по моя предсенка, някъде се откунила на около километр. Аз просто виках, така крещях много да може, да ме чуя, да пузука, да се ориентируем на къде си. Обаче, тя не имала как да начинала такова расстояние. Да, ну, мама перепутала, что-то ушла не в том направлении, где-то там, ну, в сторону ушла один километр, я кричал в лесу, чтобы она сориентировалась по моему голосу, но... Там имало ограде, тъй като крак и десния крак, голямто не е въобще в добро състояние. Аз просто мисля, че това е само Божи га намисля, че тя успела да скочи няколко огради. Не знал точно, колко огради я прискочила. Както казвам, възраст 79 година и... Там были ограждения, а у нее колено правое повреждено и... дори не знал точно колко огради и къде ги я скачала и през колко лозе я минала. Нямам най-дея, тъй като там съм много лозе. Не имею никакого представления, сколько она там просто перебирала через эти ограждения, сколько она с его полей прошла. След което я излезла на път, пътя, където сминали со сколата, обаче я обркала песок, на къде да вървая, тръгала песока към града. Лозето беше точно в обратно песока. Да, наконец-то она где-то вылезла на дорогу, но опять перепутала направление, вместо того, чтобы идти к нам, а пошла в направление города, в другую сторону. видела някакъв чек, който опытил и казал, че трябва да хвани точно в обратно песока, и тя вървала около 15 минут. Встретила одного человека, который сказала, что она идет в другом направлении, показала, куда путь, и она еще 15 минут шла. След което налет, дошла на место, където всъщност се тръгнала и се изгубила. После этого, наконец, она вернулась к тому месту, с которого она потеряла свою путь. После того, как мы с полицейским убедились, что ничего не произошло такого, я поблагодарил за содействие, и то странно с полицейским такова. Майка буквально беж достал паш, она така треперяще. Мама была очень сильно испугана и вся тряслась немного. Аз казах благодаря сама, Бог ще запазнал да не стане нещо повыше от этого. Казах да благодаря , че само се разнува с супаха и с адранни дрехи. Благодаря на всички брати и си от Интернационална Церква за Русского Рещи, какой-то пастор Геннадий оказал и сазили при сердце то проблеме с моля Линда да я благодарю молитвенную группу Интернациональной Церкви, что мы вовремя подключились, начали молиться за эту ситуацию и Бог вывел маму на нужное место. Между временем нас първо с опитах да пърс по мобиль телефону ваше с указать, че Тяна не с взяла телефон и поэтому у нас нет връзка. Да я пытался звонить ей по телефону но выяснилось что она этот телефон не взяла и у нас даже не было связи. Благодарю за внимание это Благодарю Благодарю за внимание Добро Свет Вас Господь Слава Богу. Еще одно свидетельство Люба Иванова наш хормистер тоже хотела Благодарю.